Я преподаю на первых, вторых, третьих и четвертых курсах образовательной программы педагогика спортивного бального танца. Я преподаю такие дисциплины, как теория и методика преподавания латиноамериканских танцев, а также у меня есть свой авторский курс, это дисциплина «Правила и этикосудейство». Интересный вопрос. Пару я делю на две части. Первая часть – это у нас практически лекционная часть, а вторая часть – это самостоятельная работа обучающихся с преподавателем. На первой части – это только моя часть, там я рассказываю новую информацию для студентов. На второй части мы уже обрабатываем эту информацию, то есть студенты составляют различные базовые соединения, учебно-тренировочные соединения, и мы совместно с ними их проверяем, проводим на других обучающихся, и таким вот строится образом наша пара. В какие-то моменты мы на второй части урока берем такие виды работы, как кейс-стадии, допустим. Я даю им какую-то проблему, именно связанную с нашей дисциплиной, и они должны решить эту проблему. Либо бывает такое, что я им даю тестовые задания решить. То есть, в принципе, каждый раз я привношу какие-то новшества в учебный процесс. Надеюсь, что стараюсь сделать так, чтобы нашим студентам было это интересно. Я обращаю внимание своих студентов на то, чтобы они были всесторонне развитыми личностями и имели обширный багаж знаний в области спортивного бального танца, для того, чтобы потом вести свою педагогическую деятельность. Само по себе обучение в нашей академии, оно особенно необычное. Они проходят в танцевальных залах, там, где постелен профессиональный пол, присутствуют станки, зеркала. Наши студенты приходят в танцевальной форме, в танцевальных туфлях. Если же дисциплины лекционные, то они тоже проходят в нестандартной форме, интересной для студентов. Наша образовательная программа, она выстроена таким образом, что за все четыре года, которые студент обучается в нашей академии, он получит все навыки, все знания, которые помогут ему в дальнейшем быть успешным преподавателем и вести свою деятельность на высоком уровне. В учебном процессе мне, конечно же, нравится сам процесс. Ну и, как для любого творческого человека, мне очень важно видеть результат своей работы. Ну и подтверждение тому, хотелось бы, конечно, сказать, что наша академия и я лично гордимся нашими студентами, которые являются обладателями различных стипендий, а также победителями международных и республиканских конкурсов и фестивалей. Было очень много проектов. Один из важных таких проектов для меня – это международное диалоговое окно. Это онлайн-проект, который я запустил в 2020 году для студентов нашей академии и педагогов по танцевальному спорту. Заключается этот проект в том, что мы обсуждаем какую-то определенную тему. Студенты могут задать вопросы. У нас были очень такие именитые гости в области танцевального спорта, психологии. Поэтому я думаю, что этот проект очень полезен не только для студентов, но и для меня лично, потому что я точно так же с ними учусь, продолжаю учиться. Я очень люблю петь, хотя с детства мне говорили, что мне нужно кричать возле туалета свободно. Однажды мне один хороший человек, который занимается со мной вокалом, сказал о том, что петь умеет все. Просто нужно этому уделять время, как и танцу, допустим, потому что с 6 лет я танцевал, и, естественно, это как-то сейчас у меня уже получается легко. Также я люблю заниматься спортом, потому что он мне дает силы, энергию и позволяет вести здоровый образ жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова